я все придумал по-моему это гениально курочка в яичке яйцо в зайце заяц в утке а утка в кощей детский сад грядет конфликт по собственному желанию по собственному желанию все танцуют локтя на все танцуют локтя на что идиот значит я сразу самом начале ролика еще даже не поприветствовав сразу хочу сказать одну вещь самую главную я как артем вульф теперь буду разбивать на 8 частей все его части которые он разбивает на 4 или на 5 частей так что в общей сложности контента выйдет частей на 20 поэтому всем настоятельно рекомендую подписываться на канал для полного так скажем погружение я все решил я все придумал по-моему это гениально короче один рейд с артемом вольфом это 25 реакций будет на канале да на самом деле спасибо тебе большое мы хорошие с тобой hard play тут и все знаешь финаль . финальная часть нашего рейда с артемом вольфом с которым мы вульфом вольфом не знаю как правильно ссылочку на моего хорошего артемушку оставлю внизу в описании уже один еще рейд отснят в моем родном городе между прочим и собственно чё я тебе хочу сказать спасибо спасибо тебе мой хороший за что за что правильно за подписку на канал стараемся стараемся там эти ходим там вот это вот все делаем так ну поехали выпали деньги из удостоверения полицейского приехал ответственный помогли пенсионерам с одиссея я к сожалению не знаю кто такой одиссея но по моему помочь пенсионерам это очень хорошо значит что я хочу сказать нашел нашел мне точнее как нашел мне скинули скриншот работяга у артема написал а что такого что вот вот это вот вот это вот хранится деньги в удостоверении напишите пожалуйста в комментариях ему пламенный привет и ответ потому что ну я так думаю что если есть такие люди значит ничего у нас никогда не изменится в общем все мы начинаем поехали приятного просмотра все ссылочки внизу в описании подписывайся мы начинаем стримы кстати каждый день 18 00 по московскому времени чтобы не пропускать пожалуйста телеграм-канал а там нет рекламу а нет а нет а у просто так потому что я могу да здравствуйте бонжор вот почему он сразу зашел посмотрел на меня я не понимаю зашел за за для чего зачем зачем ну зачем вот вот для чего это это прямая провокация была прямая провокация потому что артем стоял ближе к ним я еще я сразу почувствовал какой-то негодование кто вызывал сначала я слушаю девушка грудный знак виталий витальевич хорошо с ним давайте еще разок да вы просто вы главным убором со значком алё хорошо и мы познакомимся ну то есть вы понимаете да это прошло всего 30 секунд видеоролика от артем ушки а уже здесь нагнетает со всех сторон это нам нужно на службе курочка в яичке яйцо в зайце заяц в утке а утка в каще и под поэтому вот так ну потому что потому что я могу потому что вот так вот куртка значок на куртке удостоверение соответственно тоже в куртке куртка в машине машина в отделе внимание вопрос господа знатоки отвечает александр друсь зачем я пришел на службу скажу будьте добры тогда находиться будьте добры то есть я прошу чтобы вот так пожалуйста виталий витальевич опа опачки пяти тысяч количестве нескольких штук у почему денег понять с вас что а премии соседнем магазине горит далее ладец где мне хранить в кармане не скажу в каком до кого угодно где вам до 28 все я не в курсе это что-то значит уважаемые люди меня на vk play спрашивают это значит то что скоро придет дедушка мороз с куканом за место палки и насадит его до за вот такие вещи очень плохо очень плохо удостоверение денег ничего нельзя удостоверение хранить вообще ничего ничего ни в каких структурах нигде нельзя хранить в посторонние предметы тем более деньги нельзя это делать нельзя есть на этот законодательную базу усуг все верно но он все давай речь не об этом вот здесь он зря вот здесь он зря потому что я уже хотел разогнаться хотел хотел разогнаться разгон потому что есть это уже все люди увидят увидят все поймут все сделать свои воды и просрочил опитета заявление по данному факту давайте начинать процедуру давайте начинать процедуру ничего мой паспорт я продиктую на протокол принятие устного заявления на пустом бланке значит очень грустно что во второй день его не с собой такие устных что заявление протокол принять устного заявления мне нет соответственно пока тескаль нет счет пристал два дня подряд человек приезжает без значка без протокола принять устного заявления это грустно когда не закончится закончится посолить с вчерашним сегодня идеально полицейский приехал из так скажу майор полиции зацепилов андрей викторович до 3 августа 23 года частные заявление тоже написать так что сейчас скажу я честно вам хочу сказать дорогие друзья с двух из трех букв уважаемые мной люди да у нас очень много оттуда смотрит так получилось не знаю как ребят я составил свой рейтинг у меня есть маленький рейтинг короче его знаете вот как вот на тотализаторе короче кто обгонит кого то есть кто займет первое место в 2023 году вы знаете у меня есть стойкое впечатление что вот эти вот горловые царские матчище заняли стопроцентное первое место просто и кубок вручается я думаю я думаю что нужно обратить не то чтобы особое внимание а особое особое внимание людям уважаемым кто собственно вот этим вот всем занимается на потому что там явно да там любители острых ощущений до пустой бланк возьмите переверните и запишите с моих слов в чем проблема но это же ваша проблема то что у вас не бланк сабы не моя проблема не вас есть храмом бару гражданин хочешь воспользоваться своим правом подать устное заявление соответствую пока все если у вас нет это ваши проблемы понимаете не гражданина проблемы очень грустно что у полиции в подмосковье в ближайшем подмосковье постоянно нет бланков я помню тоже так сказал я говорю можно посмотреть на вареники мне главное оборачиваться говорит ты что идиот извините смотри пожалуйста не не химки не не этот этот перегнал там у них стак стак party party веселых все что здесь но скорее всего вы заказываете где подешевле с экономией поэтому но вы тоже себя поставили поскольку вы когда выкладываете товар вы тоже с моей сроки годности перед выкладкой так заявление по поводу купленного просрочного товара написано объяснение написано протокол осмотра вы как будете изымать или оставить на ответ на хранение магазина мытищик не изымают у них там особая система да там все по-особенному фиксируем так фиксируем все молодец чек делаем таблицу протокол осмотра будет фото фото отчет горит я сейчас на вас горит фото охоту начну давайте вас щелк можете чего магазина можете взять это участковый экста а вы можете изъять и оставить им же под расписку ответственное хранение сейчас давайте мы сделаем возврат за то что мы купили денежных средств денежные средства нам вернули замечательно составить протокол осмотра указать товар указать срок годности сфотографировать и приложить фото таблицу действительно да и сигареты ни в коем случае нельзя держать открытыми поздравляю шарик ты балбес это говорил купи валенки найди другую работу возьми иди на завод работая он чего вот пожалуйста кеда купил пошел в правоохранительные органы вот без бланков без всего что только можно и с деньгами в удостоверении стоит еще изгаляется вот пожалуйста вот 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 пожалуйста мы проверяем даже перед выкладкой что друзья заявление по поводу продажи просрочного товара написано объяснение подали с протокол осмотра составлен полицейский внес все же таки даты вот в этой минуте ролик должен был закончиться он как бы шел к логическому завершению кто давно смотрит артема вольфа тот знает но началось пенная вечеринка так вот смотрю что очень хорошо я так понимаю полицейский изъял товар и теперь оставит его магазину на ответственное хранение нашим не вонял в холодильник лучше и до проведения проверки не выкидывать и еще одно заявление на зацепило на полицейского можно можно подать вам любому сотруднику полиции может подать заявление любой абсолютно звонок другу у вас не сгораемые суммы 15000 удостоверение вы берете сектор приз надо позвонить другу молодец любому полицейского всегда все какой-то это бред забыл 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 ребят 36 недавно стукнуло забыл вот эти три буквы я все что такие все там какой-то счет что что-то там да о usb дорогие сотрудники usb м в д пожалуйста мои хорошие вот очень хотят очень хотят они прям говорят пожалуйста проверьте нас проверьте проведите там служебные расследования там эти проверки всякие и как говорится с занесением в личное дело или в душу не важно как главное чтобы дошло до что нельзя так нести службу нельзя фу так делать фу так делать нельзя 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 я могу подать вам, а вы передадите под подведомственностью. Если хотите, пойдемте. Давайте, я здесь вам подам. В чем проблема не была? Зачем в автомобиле служебный? Просто отказ и все. Я не отказываюсь. В магазине мы все закончили? Нет, еще не закончили мы с магазином. Потому что у нас еще просроченный другой здесь товар, по которому мы сейчас будем решать вопросы, чтобы они вскрыли это все и убрали с прилавка. А вам, я хочу подать здесь заявление. На месте. За совершение вызова. Что я так сделаю? Да, да, да. Вы можете сказать, что я на бордюре его принимал. Правильно? Да. У нас не вызывали. Я вызвала судить сюда. Сотрудник в полиции. Прибыли на вызов. Я предлагаю сейчас не усугублять без того усугубившие. В общем-то, извиниться. Потому что я совершил вызов сотрудник в полиции. А приехал он непонятный человек. Без ничего. Хорошо. Я вас прошу принять заявление. Я не откажешься. Принять заявление. Простите, что... Давайте здесь. Давайте в автомобиль. Давайте бездавайте. Две шкатулки в студию. Двух деньги, а в одной нет. Угадала. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Левый, правый, правый, левый. И молодец. Это ваша просьба? Это ваша просьба принять автомобиль? Да. А вы в курсе, что запрещено полицейским попрошайничать? Это сразу пакет я выключу. Я вам предлагаю. А я вам предлагаю принять здесь. На месте. На месте совершения возможно преступления. Стоит с службой по полиции. Замкнутый круг. Сейф замкнулась. Если вы считаете, что он совершил преступление, да? Я вам хочу подать заявление. Я не отказываю. Понимаете? Здесь прошу вас принять заявление. Сотрудник полиции. Сотрудник полиции прошу вас принять заявление. На месте. На месте, куда вас вызвали. Сотрудник полиции, не убегайте, пожалуйста. Я не убегаю. Примите заявление. Я не убегаю. Примите на месте заявление. Ну хорошо. Смотрите, товарищ старший лейтенант. У нас с вами конкретная ситуация. Вызывайте ответственность в дежурную. Давайте, значит, мы так сделаем. Ответственность? Конечно. все мы ждем приятие отказываюсь я отказываюсь нет машины сейчас прогреется мы никто не могу указывать мы вас вызвали конкретно давайте пройдем эти пройдем до участка и давайте-то башни как вы отработали вызов если я вас вызывал по двум фактам я хотел подать заявление по двум фактам нет ни от 12 часов позвонить отработали к вам сейчас человек я вам делал обращение я помню обращение и я имеете на месте заявление я здесь стою вам делаю обращение то что я хочу взял заявление будьте любезны здесь молодец это гениально все что угодно ну ну как можно на майора написать заявление все там понимаешь там сломалась сломалась это понимаешь что машина все жесткий диск зависка как можно написать заявление на майора не понимаю не понимаю да нет ничего не понимаю да будьте любезны милейший не буду я не обязан никуда проследовать вы обязаны принять заявление вызывайте ответственно сейчас мы как раз поговорим ответственно на каком пороге в магазине принимайте заявление куда вас вызвали вышел на улицу горки я не обязан здесь принимать заявление нормальный человек нет в любом месте мы с магазином закончили артем в основном все я понял товарищ старший цена будьте любезны ответственно дежурно с конструктной ситуации благодарим его ждем внешнего вида мы поговорим по поводу денег деньги удостоверение это пол беды это это новый уровень когда ты говоришь это нормально он тебе готов это же на камеру сказано где мне еще хранить так ну что друзья самая главная наша миссия выполнена сотрудники магазина осознали ошибки действительно признали все достойно все убрались прилавка некачественная просроченная надеюсь сотрудники магазина впредь будет лучше это у нас что щелковский до район нет это мытищи императорский мытищи жека да к сожалению нас не слышат и не видят денежки хранятся у нас в документах я очень надеюсь то что нас увидит руководитель данного а я не знал я не знал дети я не в курсе был про них я потом только узнал это не считается я такой без задней мысли горюкаешь можно со всеми я не к никому не отказываю даже если съемка идет рука я могу могу игорь и перестимем если чё нарежем давай могу я и сфоткались да я не знал а я не знал где еще раз не услышал не услышал не услышал в наушниках шум был hard . инст не знаю чем речь где вокруг шум пусть короники биржу на хоть сейчас да какая разница на хоть и сейчас что этого не слышали итак пользуясь случаем обращать это не услышал к начальнику данного старшего лейтенанта сегодня прозвучал очень интересная фраза когда сделано замечание открылись документы удостоверения там хранятся пятитысячные купюры к сожалению на сегодняшний день до сих пор на человек заслужившись до старшего лейтенанта он не понимает как хранить деньги где форме я ведь и деньги в сберегательной калинасти они вас как это может быть он их с собой взял мы не можем ничего правильно говорим мы не можем утверждать а сразу появляет подозрение где-то я я мзду не беру не за державу обидно слышал то что хранить в удостоверении деньги очень плохо плохая примета да вот там вот ребята вот сидят то ли из киев си то ли с бургер кинга я не помню как то их там есть какие три буквы вот они очень таких вот любят вот они могут объяснить и долго да не нести да и со ребят нужно срочно срочно воспитательная работа срочно главное потом будут вопросы к это весь док где служат вместе с данным человеком я не понимаю зачем и для чего что мешало все-таки по форме наверно до явиться может быть слишком жарко хотя вроде нет может быть просто уровень безразличия он максимальный я надеюсь как-то проведут какую-то беседу да с человеком и сейчас вот то что он дальше не принимает заявление на своего коллегу он говорит мне нужно проинструктировать слушай я как прям на этот на какой-нибудь нтв попал и ты видел льется льется добро рекой даже без запину как по тексту одним кадром кадром сюда 54 секунды чикак там этого барьера который я не смотрю просто очень нравится с руководством с начальником очень жаль что чтобы принять заявление нужно про инструктировать сейчас работают такие офицеры они служат это может быть человек хороший но к сожалению вот это по братьям от страшных вот это вот максимальное покрытие своих же она во всей красе здесь проявлено ждем ответственного дежурного но по сравнению со вчерашним днем но меня вчера сегодня не будет жарла хотя приняло заявление хочу заметить кстати по магазину еще наверно добавлю до последняя все-таки все равно вот 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 сложно вот это говорить но все равно как-то молодцы я вижу то что они реально осознали по моему это очень здорово это очень классно то что мне кажется это полмиллиона штраф или 300 тысяч не помню как лучше показатель нашего рода это не создали момент нам возвращение готов прибыть через час если вы ждете можете ожидать песен хотите может простоть вводы дежурной часть обратиться с жалобой как на меня так на ответственно на всех мы ждем наш программу что на месте ждете на месте они все вопросы час через час подъедем в отказ заявление принять да я не хочу служить автомобиль проследовать а я не хочу понимаете хочу не хочу вы будете дома женой с родственниками здесь служить хочу говорить не хочу хочу не хочу ты чё это ну чё это такое то ну что это такое заявление ну возьми папку ну напиши ну ты чего начинается хочу не хочу чё началось там просто группа поддержки нужно понимаешь там все подскажут все помогут но тот раз в химках не прокатило темное время суток там фонарей горит больше чем я не знаю у меня во всем городе имеете право пригласить а я имею право отказаться и потребует вас принять здесь да хоть прям здесь не регламентировано что я в машину должен пройти не регламентировано что я вас на улице должно принимать правильно на капоте автомобиля вы будете принимать заявление автомобиль вы здесь начинаете пойдемте все вместе сядем служебный автомобиль все пойдем заявление писать так можно так вы не против все все вообще все вообще все раз через час мы вас ожидаем подожди я еще раз вот на камеру говорю прошу вас принять заявление на месте вот куда я вас вызвал я прошу вас принять заявление на месте я совершил вызов 112 вы совершили обращение сейчас он сделал обращение я вообще еще делал обращение примите заявление просто на месте чеечек прошу здесь если отказываете можете идти конечно когда я вижу что полиции когда я вижу что полицейский говорит что я могу я не хочу полицейский должен служить служить граждан служить народу каких бы то ни было условиях каких-то не было ситуациях и в магазине у вас были как не каждого шикарные условия на стуле комфорт стульчик был до стульчика креслица мы но вы принципиально пытаясь что посадить нас а почему фуражки нет чего-то стас докопался почему фуражки нет жарко тебе сказали жарко на самом деле прохлад автомобиль я не доверяю скруче с нашей полиции после вчерашнего дня в городе мытищи и я боюсь с вами садится служебный автомобиль потому а к не а вот так вот да более глобально к сожалению нет других органов куда могу обратиться понимаете вы все что попросили правил они не есть есть другие органы есть есть платы там ребята работают все просто как часы как маятник тик-так 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 бам 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 молодцы там как из пулемета летят эти обращение по только по собственному желанию по собственному желанию молодцы прошу вас принять заявление да это не просил закон то есть вас сейчас начинать польза чем я с вами не спорю примите заявление примите заявление поедемте все дальше по своим делам для чего вы это делаете для чего вы это делаете вот я в следующий раз я это просто сука всю душу ему вымотаю а для выдают а вот это прошло три часа а вот вы не а вот вы для чего это делать за эти ну что это за детский сад а для как выполнить ваши требования понимаете я не буду тогда разговаривать с человеком который пришел ко мне не по форме о чем вы говорите с деньгами в служебном удостоверении у сума грядет конфликт сошли вы точно на службе находите вас ждем через час через час московское время один часов 33 через час горит лысиной клянусь через час будем я вас ожидаем чекай а я чашки требую принять заявление на месте где мы поемся хорошо хорошо что сейчас поменяется давно звучание задает вопрос поменяется очень многое то что сейчас все сделано для того потом мы ему покрутит у виска умный какой а почему покрутит и объясню потому что сейчас он напрямую подставил ответственного дежурного почему он его подставил потому что потому что они никогда нет это называется у сан долились в маргарин все вместе почему если тонуть это обязательно надо взять за поищем почему у человека деньги и служебном удостоверении и так далее и тому подобное сейчас придет ответственный дежурный руководство который также будет стоять и молчать а дальше знаешь не 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 молчал не пища увидишь нет там вообще песня начинается дальше представляешь так вот вот принято у людей кто служит это не только у наших это я до меня показываешь по есть принципиальные листер сам прекрасно знаешь и среди наших под водой и среди смешанных до органов так скажем проверяющих начнется служебная проверка им никогда не будешь доказывать где должны вообще без толку чат доказывать они приходят говорят добрый вечер дамы и господа пятница в эфире капитал шоу поле чудес где ваше руководство не будет на выходном вызываем всех у так этого вызвать этого вызвать и понеслась у барбара стрейзет объяснительный а дальше уже все поэтому создайте вытекающий откроет закон носом те ткнут туда и скажу спасибо за службу всего доброго вы уволен все то есть в нормальную должность у никогда не займет всегда есть у окраина для чего сейчас это делается я не понимаю через час они понимаешь привет хорошо мы подождем час нам несложно мы мы потратим еще свое время погуляем отдохнем здесь но через час вы именно в этом месте то есть в 12 часов 10 уже числа в 12 3 минуты он там четко сказал через час хорошо ждем 12 часов 30 мы ждем я могу спокойно домой прийти написать в мвд могу позвонить и так далее зафиксировать тут вопрос именно принципа что они обязаны принять заявление это раз тебя принимать да он казался ли когда ему было удобно комфортно он течет высказал на камеру мне нужно проконсультироваться с руководством разрешить чем он собрался консультироваться я не понимаю может быть как как неграмотно заявляет оставить что потом от к отмену отказа и вынесли вернуть здесь не получится все равно будет принято заявление написать и всего люди это увидят ни одно я там расплескалась родная да расплескалась я там катал как вову там на все было написано даже на плохую погоду то надо тот поймет знаешь как могу ребят работать все мы ждем ожидаем уже ну что ребят как обещали мы ждали ждали даже чуть больше часа показывают сейчас 0042 прошло уже больше часа само собой как я и ожидал никто не приехал кстати на секундочку вот сколько вчера было совершено вызов в данный отдел полиции вначале как вы помните они ответили потом они перестали просто отвечать перестали брать трубку это на заметку руководству как дежурный отвечает как дежурный вышестоящий вот с такой вот одной плямбой реагирует просто звонки просто не отвечает восемь вызовов звоним сейчас еще раз в отдел полиции все спят звоню в отдел полиции даже не удивлю все трубку отдел полиции не берет помогите умытищик не дараться нет скоро это скоро и кстати в магазине горит свет неужели они реально остались убирать убирать просрочек да реально ребята стоят работают убирают просрочку магазин открыт вон они все стояли честно я до последнего не верил в искренность слов у меня поскольку профдеформация у меня оставалось как бы знаешь вот это вот недоверие что ну просто так сказали и все чтобы вы уехали но действительно магазин час ночи магазин до сих пор свет горит и они действительно вот я вижу убирают просрок сделан появилась вера появилась вера что все не просто так хотя говорили заканчивали вот отдел полиции подожди давай не услышал трольный нет отходил куда я не знаю вчера у нас было восемь звонков сегодня пока один звоним еще раз это сутки обновились сейчас все будет на улице честно меня уже потрясывает свою миссию считаю мы выполнили магазин очистили люди я вижу что действительно поняли в чем их ошибка полицию мы показали вам во всей красе городом и тише я думаю мы вернемся в магазин и здесь как будто бы ролик должен был закончится но это во второй уже раз ничего не получится внимание этого города еще раз еще раз познакомиться за вот такую кульминацию событий как в боевиках обязательно надо поставить лайк обязательно потому что пенная вечеринка только начинается я следующий раз на рейде на рейде с артемкой пенить начну колдрексом закинул буду валяться пузыри пускать могу полицейскими мы напишем заявление дома просто и все тут просто было дело принципа показать все это работает разворошить этот пенный осиное гнездышко с вами сегодня был лёх хардплей хотел так сделать ну ладно не буду там то давай армина побольше и артем вульф подписывайтесь ставьте лайк колокольчик и реакция не заставить себя в описании видео спускаемся там . на коллеги я там да я там спасибо на самом деле всем подписчикам артемки заходит комментарии строчат як из пулемет поддержка поддержка идет добро льется рекой спасибо у него будет обязательно реакция на это видео все всем пока давай пока не включение пометка молния код красный срочный выпуск новостей пропал пропал во мне где-то один этот как он этот который с мохнатой этой штукой ходит прямо сейчас возвращаемся ролик закончен но он еще не закончен мой только что-то улице зрели сотрудников полиции которые едут скорее всего к нам опаздывает но ничего на полчаса кста может быть куда-то реально по вызову были поэтому мы решим по вызову мы развернулись мы уже выезжали план банан операция перехват лиции а вот на дрочка максимальная ничего не получится погоня 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 в горячей крови корреспондентом в том что время много и кушать хотелось вот чем у меня была проблема и замерз я тоже заявление полицейский сказал принять по поводу по моему мнению ехал говорит мол молча в машине ехали ни о чем мне не рассказали вот пожалуйста ни о чем не рассказали ни про что не сказали да и молодец нарушение сотрудника полиции который прибывал что на вызов вчера до вчера а как этот код в меме до какому как рук замкнулся потому что он уехал потому что вчера это было вчера после 12 ночи тоже сегодня что если он бежал я говорю нарушение а я обязан ехать в отдел полиции я сейчас хочу подать я не захотел ехать в отдел полиции я просто вижу что вы на машине подъехали на какой на фоне чего урод на фатальная ошибка все понятно это рядовой шутник молодец а это этот подпи вас да кстати кто не смотрел предыдущие части чтобы быть в курсе всех новостей обязательно оставлю все ссылки внизу в описании на все реакции на все части моего артема всех все оставлю там да давайте следующий раз еще крупняками сам снимать буду да у меня есть для этого агент агент 0054 смотрите у нас конфликт с полицейским поскольку он отказался принять заявление я прошу прощения либо у меня зрение подводит либо я что-то не вижу напоминает ответственный приехал к стал на месту при просто потрясающих обстоятельствах куда вызвали он же у вас нет должен взял заявление по поводу того зачем ты тогда нас спрашиваешь еще раз для чего ты одно и то же спрашиваешь если тебе все доложили зачем ты приезжаешь какие-то вопросы задаешь для чего если ты все знаешь и так и всем веришь на слово а у меня было два заявления воду нарушение он принял заявление по поводу того что я говорю у нас была конфликтная ситуация с полицейским что подать заявление он сказал мне проконсультироваться потом говорит если хотите пойдемте я вас не буду принимать заявление там давайте давайте о чем проблема давайте здесь примем на улице холодно просто устное заявление протокол принять устного заявление доставай свое кончало начинай игру сначала поехали я думаю надо еще подождать когда подвезут бланки а оказывается так можно было прикинь представляешь можно так было старлей можно представляешь старше говорит можно прикинь разные как это у вас разница информация мы вам скажем номер построить да да вот молодец я пишу ты говорим молодец просто принять заявление на пустом бланке записать и куст сказать и все замечательно то что вопросов много да наушниках это было не сделать что мы сейчас ждем полтора часа ждем эти люди отъезжают постоянно и происшествия мы же не можем асфальт скоро будет горит положено ближе к зиме 20 реализовать работу города целого городского отделения полиции до парализовывать и над принять заявление все замечательно то что вопросов много почему полицейский без значка и без значка разберемся сам собой разберись не знает где они должны храниться надо ссылками какой-то законодательством как это какие-то претензии расплескалась родная кольщик накали мне купола рядом чудотворный крест с иконами жаль артем это вырезал я просто задал вопрос я говорю я прошу прощения я вот просто давно не интересовался я говорю вы мне подскажите может что-то изменилось я говорю я вот знаю что бороду теперь можно аккуратную носить я говорю я первый раз увидел там где у просто он синий сидит я говорю я не против этого я не против когда это на диска че там знаешь колобка крутят там это все танцуют локтями все танцуют локтями все танцуют локтями все танцуют локтями вот но когда приезжает очень странно если чё к работяге вопросов ними как бы ну нормально он сидел ничего не говорил ничего по я просто вопрос я говорю а можно а журак можно было да я просто это подушку на товарищ капитан разрешите добраться подскажите то есть вы считаете это нормальным хранить денежные средства удостоверения я просто я не вижу никаких тяжких с этим последствий вообще живо змея вообще вопрос когда больше знаете как же хорошо что все таки когда-то я не пошел в правоохранительные органы два раза меня на это подбивали я бы мог стать таким же очень хорошо очень хорошо что все таки я устоял и не пошел если не в обиду никому просто это ну я бы мог я бы мог эволюция эволюционировать да но нет да все хорошо больше помню я вас понял я очень рад что мы друг другу ходили он вам показал в котором было не видно фамилия имя отчество звание должность номер он даже не понимает о чем я он не понимает стоит ответственный понимаешь капитан стоит он не понимает это чё чё там чё не видно что ли что-то был он он не может понять ответственный в мытищах что это как бы а чё такого то что в этом такого господи пожалуйста объясните в этом отделе с большими звездами дяди и тети что в этом такого пожалуйста кто-нибудь донесите до этих людей кто меня смотрит господи дай вам бог здоровья кто до них донесет что в этом такого я очень хочу чтобы все-таки справедливость какая-то где-то когда-то она все-таки была пушит ответственный уже приехал ответственный что он действительно правильно или было видно с вами на одном информацию получили которые хотели когда вы конечно получите я не вопросов самому удостоверению нет вопрос почему к тому что почему человек явился на вызов вообще не по форме почему он без ночка явился почему у него удостоверение полицейского хранятся денежные средства я услышал вас ты не перебивай когда люди общаются с тобой услышал это очень хорошо что мы с этим делать будем пишите на заявление с радостью давайте давайте начнем я ведь написал это ведь не пустословие у меня ведь реально пригорело у меня ведь реально начало это немножечко у нас работа с вами служба не не здесь работ лан давайте пока полицейском подам заявление будет пока разговариваете можно было сразу принять я сказал не хочу машин садиться но вы принципиально пытаясь что посадить нас автомобиль и я боюсь с вами садится служебный автомобиль я сказал не ходить к служебному автомобилю вы же отказываетесь на месте давайте автомобиль уже на месте на измерения выскали как по одному присаживайтесь в автомобиле съемка есть да смотрите ознакомиться вот люди вот вот уважаемые люди сотрудник полиции не имеет права хранить личные деньги в служебном удостоверении так как это противоречит служебные этики и правилам поведения сотрудников правоохранительных органов в соответствии с законодательством законодательством российской федерации служебное удостоверение является документом удостоверяющим служебное положение сотрудника и не может использоваться для личных целей в том числе для хранения денежных средств умный дядя или тетя сидели и писали эту формулировку специально для таких как вы двоих одного и второго понимаешь сидел умный человек расписывал для вас а вы сидите усираетесь стоите то что это нормально ну вот поэтому рать нехорошо на капоте автомобиле вы будете принимать заявление автомобиль пойдемте все вместе сядем служебный автомобиль можно так вы не против не будет все все вообще все до сети сбоку ф я не вру записывайте я не вру эти глаза могут врать скажи мне записывайте без нагрудного знака вы не написали вот для меня туда удивительного зимы что здесь было очень сложно сдержаться очень сложно я прям честно говорю здесь я был на грани знаете иногда наступает такой момент когда слова вообще словесный он запас он подходит к финалу и здесь я думаю хер с ним заплачу я штраф но во всей красе русского языка объясню что это такое я думаю хрен с ним ладно проедем в отделение там оформит заплачу штраф все как положено через госуслуги или там еще через что-то я говорю сейчас я прям подробно объясню что это такое но я сдержался я была органы закончили я очень надеюсь то что до смотрят нужные люди этот видеоролик я думаю что я не то что думаю я уверен что они его смотрят ты веселись веселись веселья но обычно все это заканчивается она недолго бывает до знаете я не хочу не могу просто сказать это на стриме есть четкое определение таким людям четко и его не я придумал максимально четко есть определение вот 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 такому человеку максимально четко и прям вот знаешь вот прям вот вот просто вот вот она прям в точку всей этой ситуации и в точку всего что это только может быть очень жаль что все-таки на стриме ну так как я медийное лицо я не могу это сказать очень хочется очень хочется но нет а сами дело при этом это вы зазвучили не я вас удивляет что деньги лежали в служебно-стоверении тут же вы особенность время звать ксивой а что что в этом такого потом такого то же самое что поэтому я вас уточнил о чем речь но я вам просто он сказал наш понял и человек из карман достал удостоверение мало ли как у него там что перемешалось как бы там раньше лежала мы чем я просто это такая вещь которая ну хотите напишите по этому заявление просто если вы говорите где-то работали на борьбу с преступностью это как-то влияет может быть на какую борьбу влияет там слово коррупция должно быть в предложении к коррупция ребята там должно влиять на борьбу с коррупцией есть целый отдел посвященный этому очень надеюсь он обратит пристальнейшее внимание на немного лысого сотрудника не знаю как вы будете потом посмотрим заодно проверить какой служит работаете не знаю женщина друг друга не понимаем причем не хотел не хотел я правда говорю я почему-то с самого начала подумал что человек реально здравый я уверен был в этом но потом когда он начал общаться вот буквально он два-три предложения произнес я говорю все я понял все хорошо я вас напоминаю вообще честно говоря очень хочу понять правду причем мы указали на недостатки магазина все вроде все в порядке зарегистрируешься вопросов и нет вопрос в том что человек не за говорят а древние дизначка элементарные вещи пульсами прекрасно понимать человеком нужно пошел не стали справлять плевать про деньги уже отдельно разговор это уже не мои компетенции разбираться в этом разбираться люди которые вас проверяют вашу службу я могу только максимум высказать свои слова но не более того я обычный человек и обычный гражданин а никто да не мы конечно поговорим конечно согласен конечно вам придется поговорить никуда и не деться есть порядок в отношении как форма идентификации идет и если бы там ну как это могло бы быть чтобы он вам не показал например удостоверение и вы это ответственный ответственный капитан ответственный сказали что мы даже не знаем там свой мир там свой мир как нарнии понимаешь то есть там есть там своя интерпретация законов своя интерпретация несения службы там все свое там мир розовых слоников там это просто это это все очень грустно вы разговаривали но все равно вот это только еще мы тищи это не туда дальше это мы тищи это находится буквально вот 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 так вот от москвы на храня общественном порядке спешил ну ты понимаешь он бежал он летел он спешил и волосы назад да да все все пропало все торопился на все есть оправдание на все выбежали выбежу вылетел буквально из окна двойным кульпитом кувырком назад сальто сделал есть вопрос не в том кого накажем и накажем я никому не имею лично еще что здесь вопрос о том что все было снимание исключено машина быстрее быстрее там может там вы реально вызов там еще что там кстати видно как он выскочил там он прям вскочил он летел поторопился но при этом и так и было наплевать если да так и было но безусловно и безусловно так и было и на видео все видно как он бежал он прям он он спотыкаясь бежал там же тяжелейшие преступление было так и был да так и было хорошо что камеру только это все другое запечатлила ну да не я признаю сотрудники что он наплевать и никогда 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 а вот здесь вот началось представление артем вульф он мог этого не видеть не слышит потому что он стоял у автомобиля значит произошел звонок знаете бывает во время рейдов нам звонят на личный телефон до или пишет часто пишут там как неизвестны какие-то контакты говорят лёх слушай будь любезен скинь видос и можно пожалуйста вот вот это вот у него спроси я говорю сейчас сейчас я такой человек ребят я но на ему да какие-то пишут я не знаю кто это я говорю узнай пожалуйста там просто горит ну тут тут стопроцентный как горячий пирожок говорит зайдет узнай пожалуйста и тут внимание да от шуток прибауток от евгения васильевича это евгений ваганович прошу прощения петросяна мы перешли к стадии уже до юморной отрицание агрессии мы пришли к стадии сейчас принятия внимание вопрос пожилая щриц нам спрашивают мне хоть неизвестный человек написал это узнай пожалуйста где это вообще происходит такое игру конечно все заявление на вчерашнего майора написан и тут казалось бы в третий раз что заявление почти готова и она написана но ты думаешь там просто так вот это вот все уважаемые что говорю люди они не беспокоятся они беспокоятся есть просто идейные ребята которые несмотря на всю сложность несения службы они идейные понимаешь они в разных у них есть маленькие есть большая есть там две плямбы дали к сожалению так вот мы через через одни через две общаемся до через руки очень идейные да они вот знаешь они любят от таких вот да ну так вот она за вчерашнего уже сообщить нам к сп номер заявление запишет номер кусп и передать а номер когда заявление самоотдашу приложим потерял звонить вообще дежурной части по телефону спокойно передавали здесь что дежурной части номер то не отвечает как же ты дозвонился туда уже не работает как в игре престолов да как в санта-барбаре повороты сюжетные такие статус что мама не горюй просто я бы написал тоже за 6 пиши я бы написал просто уже уже проще написать потому что здесь но по поводу сотрудника как по поводу я считаю действие самого сотрудника все остальное на что она вот этот нагрудный знак у него несколько сообщений вот сейчас не я вы меня все отговариваю просто трудный знак то что как общался и так далее про денежки там про все остальное я бы написал заявление потому что будут разбираться стопроцентно вроде бы уже и не смешно пупу просто раз но если у нас сложились вопрос то чтобы вы мне доказываете говорит что мы сейчас мы парализуем работу отдела из этого и здесь начинается уже размышления когда все понимают один названивает второй начинает нет мы сейчас что мы принимая заявление мы начнем все парализовывать да мы начнем все сейчас парализовывать и тут смех прекратился и начались вот это да и какому-то если бы приехал ответственно сказал ну бывает такое ничего страшного и все считают ну потом все будем я же говорю разбираться я все прекрасно слышу то еще говорит я не против от нее от своих слов не отказываюсь я конечно не откажешься ты не откажешься потому что все на видеофиксацию есть выше все фиксируйте всегда люди фиксируют понимаешь раз мы ну оказались в этой ситуации по разную сторону забора тогда ну все по-честному тогда разбираемся до того кто прав кто виноват да и кто кому чего учит как ответственный я считаю что это очень хорошо это все замечательно чем больше это говоришь тем лучше мирности наших да конечно я уже залив надо все сказали . давай тогда делом можно будет не в коем ни в коем это очень хорошо . сомневались правомерности наших действий да конечно давайте ну что ребят заявление на позавчерашнего зацепила написано все подробно изложил все факты изложил там началась пенная вечеринка я никого в машину не посажу я нет он будет пойдемте в машину я говорю пойдем вот я никого не посажу и грибшин капоте я ну там видать началось это да вроде бы то вроде бы все они как на капоте или надо до конца доводить а как еще бывает такое что граждане до конца доводит как мы еще не довели здесь я предлагал комфортнее присесть проблем на просто если все мои действия на камеру да потом не было вопросы рядом бы стояли снимали ни в коем случае некрасиво девушки стоят на улице снимать когда мужчина сидит лёха решил на того сотрудника полиции который сегодня у нас уехал и не захотел принимать заявление тоже написать заявление прошу провести свою проверку потому что сотрудник полиции превыше 9 07 23 года примерно 22 30 по адресу матиши тенистры варн 13 магазин мини-маркет-смайл который представился и показал судебность средней личности на имя полиции толкачева виталий дайча в котором находилась надежные средства и посторонние предметы так что сотрудник прибыл без нагрудного знака и головного упора на просьбу устранить недочеты сотрудник никак не отреки да все верно вот честно просто вчера майор принял заявление изначально и все об этого не было все благодарим до свидания наглость второе счастье по моему первый раз я пишу заявление на от сотрудника вот на твоих рейдах по одной причине потому что ну как попали денежные средства 5000 купюр я думаю разбираться уже не нам это не так в общем то мне интересно вопрос в том что устранить недостатки было не проблема а вот приходите по-русски сказать да так исполнять музыка слезаторная тем более когда приезжают люди спустя полтора часа приезжает ответственный дежурный тоже в этом ничего такого абсолютно не видит абсолютно также общается то есть всем на все в принципе плевать и начинают знаете вот эти вот подколы очок сива очок где-то служила где как зачем где я служил это вообще не важно никому здесь важно то что как вы служите и чем вы занимаетесь и к сожалению на сегодняшний день это обычные рабочие которые приезжают просто отработать мое личное мнение сугубо личного как человек это очень грустно и печально что даже ответственно не понимает и не знает обычных элементарных правил поведения и общения с гражданами на что будет ответственно не представился он даже сам не представился он сам стоит без нагрудного знака да чем мы здесь говорим здесь и когда ты говоришь а что делают пятитысячные купюры и посторонние предметы в удостоверении служебном и тебе говорят а что в этом такого что в этом такого я думаю что объяснят уже немного другие органы и во время служебной проверки обязательно обратят на это внимание будьте умнее и сети службу и всем кто реально несет службу всем нашим подписчикам ребята огромное вам спасибо за ваш труд за ваш колоссальный труд и то что вы остаетесь многие из вас людьми в этой сложной суровой сфере большое спасибо просто спасибо да и все все очень вам парни друзья я очень надеюсь все таки то что этот вопрос не останется без внимания руководства повторюсь лично кому-то вопросов нет хочется чтобы наверное руководство которое приезжает да все бывает там сотрудник завтыкал там что-то не узнал еще что-то я все-таки хотел бы чтобы правоохранительные органы и люди были по одну сторону баррикад я понимаю что тяжело я понимаю что это невозможно но очень бы хотелось чтобы вот таких вот юморных таких знаешь весельчаков ребят их было поменьше я понимаю что без юмора никак но наверное как-то так ну и слова и все сказал финале спасибо за службу тем кто служит но тем кто работает соболезную встретимся следующем ролике удачи ну что посмотрел видос посмотрел и лайк поставил и на канал ты подписался красаву удачи братан встретимся в следующем видеоролике